Вчера, как обычно, состоялось оперативное совещание правительства Республики Башкортостан, и вновь его вели двое. Хабиров и Назаров опять сидели вместе за председательствующим столом. В общем, конечно, эта конструкция начинает слегка утомлять, но это мы обсудим в конце. Вступительное слово Назарова содержало отчет о поездке в Австрию. Он сообщил нам, что многочисленная делегация, аж целых 80 человек, съездила в Австрию на переговоры, заключили три меморандума по сельскому хозяйству, а также некая организация ЮНИДА планирует открыть представительство Республики Башкортостан. Я, признаться, не знал, что это за контора, и почему так гордится ее участием в жизни Республики Башкортостан. Назаров полез в Википедию, посмотрел. Оказывается, ЮНИДА – это некое учреждение Организации Объединенных Наций, призванное содействовать ускорению инклюзивного и устойчивого промышленного производства в регионах, в странах и так далее. Ну, в общем, не знаю, насколько эта организация действительно реально действует, но в любом случае, наверное, ее появление в Башкирии – это хорошо, а не плохо. Также Назаров резюмировал свою поездку в Австрию. Австрию Андрей Геннадьевич считает, что количество переходит в качество, и европейское направление, в частности австрийское, даст нам в ближайшее время и в ближайшие годы прилив иностранных инвестиций. Конец цитаты. Не знаю, на самом деле, готовы ли участвовать активно в развитии экономики одного из регионов Российской Федерации, но знаю, что действительно Австрия нам не чужая страна по многим параметрам. Там и проживает и единственный сын первого президента республики Башкортостан. Там проживает большое количество выходцев из Башкирии, уехавших по тем или иным причинам. В конце концов, там живут дети ради Хабирова. Ну, в общем, в целом, конечно, Австрия нам ближе многих других европейских стран, но в целом политическая обстановка, наверное, скорее не способствует инвестициям из Западной Европы, нежели способствует. Но поверим Андрею Геннадьевичу, попробуем поверить, посмотрим, что у него получится. В этот раз оперативное совещание было чрезвычайно длинным, час сорок. Я не знаю, что причиной было то, что в ней все еще участвует Хабиров, или оперативка действительно содержала много интересного и важного, но я постараюсь опустить самое неинтересное и самое неважное. И вот первый традиционный вопрос об оперативной обстановке на дорогах в ЖКХ и в чрезвычайных ситуациях вообще был по нулям в этот раз. Даже Беляев не добавил ничего от себя. В общем, в Багдаде все спокойно. Смертность на дорогах катастрофически упала. Шесть человек погибло в пожарах. Значительно интереснее был второй вопрос. Вторым вопросом была следующая тема. О результатах государственного надзора за геологическими изысканиями, рациональным использованием и охраной недр на территории Республики Башкортостан. Само собой понятно, что выступающим был министр природопользования и экологии Искандаров Урал Салаватович. И тема эта, конечно, не первый раз появляющаяся в поле зрения оперативного совещания правительства, чрезвычайно важна и интересна. Честно признаться, я ожидал от Урала Салаватовича опять какой-нибудь невнятицы и доклада ни о чем, но, к моему удивлению, случилось противоположное. И сейчас я подробно объясню, почему и как кто на это отреагировал. Искандаров отчитался о результатах контрольных действий со стороны и министерства, и смежных ведомств, я имею в виду и полиции, и прочих там, Ростехприроднадзоров и прочих надзоров. Он рассказал, что в результате контрольных действий за использованием общеполезных ископаемых было оштрафовано 17 юридических лиц, 32 должностных лица, 9 индивидуальных предпринимателей и 113 физических лиц на самом деле на достаточно небольшую сумму на 9 миллионов рублей. И также были выдвинуты судебные иски к организациям физическим и юридическим лицам на 43 миллиона рублей. Всего было зафиксировано 162 нарушения, в процессе которых были изъяты 474 тысячи кубометров общераспространенных полезных ископаемых, я имею в виду в процессе этих нарушений или в результате этих нарушений. И общий ущерб государству Урал Салатович оценивает 154 миллиона рублей. Пропорция между ущербом и взыскиваемым возмещением этого ущерба существенно отличается, а именно 154 миллиона ущерба и всего в сумме 52 миллиона к возмещению или по крайней мере попытка к возмещению. То, что касается уже от лицензированных добытчиков полезных ископаемых, тут тоже Искандаров отметил, что не все ладно. 63 лицензии были приостановлены за последние 9 месяцев, а 37 лицензий были отозваны. А также Искандаров сообщил о том, что он зафиксировал 167 нарушений лицензированных пользователей. Ну, то есть те, кто даже имели лицензию на получение полезных ископаемых, и те нарушают условия этих лицензий. Четыре материала Искандаров направил в МВД для возбуждения уголовных дел. В общем, все, что говорилось до этого, конечно, это мелочи. И, собственно, текущая работа, которая и так бы, наверное, делалась. Но далее Урал Салаватович сообщил два сверхважных момента. На самом деле удивительно, что вот именно они не вызвали самого пристального внимания ни совещания, ни председательствующих на этом совещании, но мы об этом упомянем чуть позже. Урал Салаватович обнаружил две фундаментальные причины, по которым республика Башкортостан недополучает огромные денежные средства за счет получения общеполезных ископаемых. Урал Салаватович открыл два теневых, если не сказать криминальных источника, гигантских денег, которые извлекаются из недр республики и уходят непонятно куда. В общем, давайте по пунктам. Первое – это то, что Урал Салаватович обнаружил, что маркшейдерские замеры на момент начала работы по извлечению общеполезных ископаемых не делались. Обыкновенному человеку вот эта фраза ни о чем не говорит. Я сейчас переведу это на русский язык. Когда организация, ведомство, частный предприниматель, коммерсант получают разрешение на извлечение некого объема общеполезных ископаемых в конкретном месте, вот конкретный карьер. Человек пошел, добросовестно получил лицензию, оплатил ее и начинает ее разрабатывать. И в лицензии сказано, он имеет право извлечь, предположим, там 10 тысяч кубометров ПГС. Так вот, на момент начала работ никто раньше и до сих пор не фиксировал начальную точку уровня грунта. Соответственно, никто и никогда не мог ни технически, ни физически, ни теоретически узнать, сколько на самом деле из этого карьера извлечено грунта. То есть, отсутствовала нулевая отметка. Вот тот самый маркшейдерский замер, когда ведомство или кто выдает лицензию, хозяин, условно говоря, этого ресурса, отмечал нулевую отметку, а потом отмечал, соответственно, и окончание изъятия вот этого ПГС или какого-то любого другого полезного ископаемого. То есть, на самом деле, до сего момента шло абсолютно бесконтрольное изъятие этих полезных ископаемых под прикрытием формальных лицензий на минимальные объемы, а изымались там какие-то совершенно неимоверные объемы и так далее. Вот это первый фундаментальный момент, который был открыт Искандаровым и доложен почтенной публике на оперативном совещании. Вторым сенсационным, на мой взгляд, моментом было сообщение Урала Салаватовича Искандарова о том, что он обнаружил удивительную особенность работы некого федерального бюджетного учреждения «Камводпуть». Так вот, этот «Камводпуть» занимается дноуглубительными работами. То есть, он очищает русло рек, русло рек Камы у Фимки и реки Белой. Так вот, оказывается, в процессе этого углубления дна извлекаются гигантские объемы того же самого ПГС. Лукаво именуемые инертным материалом, эти полезные ископаемые, этот чистейший песок и ПГС, успешно продаются непонятно куда, при том, что компания «Камводпуть» не имеет лицензии на добычу общей распространенных полезных ископаемых. Урал Салаватович разузнал, что, оказывается, в этой ситуации полезный ископаемый, грунт, каким бы он ни был, кстати говоря, даже если бы он был там этим инертным материалом, а вовсе не ПГСом, «Де Юра» принадлежит республике, и «Камводпуть» не имеет права на самом деле им распоряжаться, особенно продавать его за хорошие деньги. Вот этот момент – это, конечно, глобальное открытие. Если эту ситуацию изменить, и если вот этот объем ПГСа будет уходить в собственность республики, бюджет пополнится огромными деньгами. Это не мелкие жулики, это не какие-то там хулиганы, которые накопали там камаз песка и скрылись строить себе какой-нибудь коттедж. Это гигантские промышленные миллион-тонные объемы изъятия ПГСа из оборота легального и попадания этого строительного материала в нелегальный оборот, который там не платится налоги, не платится, значит, пенсионное отчисление и так далее, и так далее. В общем, вот этот второй момент, который вскрыл Искандаров и который меня, честно говоря, поразил до глубины души. Посмотрим, удастся ли новому министру экологии и природопользования переломить вот эту ситуацию, удастся ли ему прекратить вот эти вот два момента. И если это удастся, то это, конечно, будет большая победа. Пожалуй, что самая большая победа внутри нового правительства Хабирова. Но одновременно с этим хотелось бы верить, что и Искандаров, и же с ним проявят последовательность, откажутся от тех гигантских взяток, которые тут же им попытаются, значит, сучить действующие лица-исполнители вот этих вот теневых процессов, и одновременно с этим останутся в живых, если их попытаются, ну, физически устранить. Потому что на кону на самом деле стоят гигантские миллиардные суммы денег. Как же среагировал на все это дело Хабиров Назаров? Честно говоря, меня они разочаровали оба, потому что либо они не поняли, о чем им доложили, либо они решили пока об этом не говорить. Почему, кстати говоря, странно. Хабиров озаботился тем, чтобы, значит, под каток репрессий Министерства природопользования и экологии не попали простые, значит, деревенские жители, которые себе там два ведра песка намывают на берегу. Назаров почему-то возмутился тем, что очень мало уголовных дел было возбуждено по факту нарушения экологического законодательства. В общем, как-то ничего они не сказали про два вот этих вот момента. Сидякин вовсе с места начал чего-то там выкрикивать про квадрокоптеры и средства технического контроля. При том, что, ну, как бы, не спрашивали Сидякина вот в этот момент, и слова ему не давали. Вот это нехорошо, это странно, то, что вот на такой сенсационный, на самом деле, момент, который редко случается на оперативных совещаниях, председательствующие наши коллективный разум не среагировали никак. Третьим вопросом оперативного совещания был вопрос о внедрении и реализации единого стандарта по организации питания в общеобразовательных учреждениях Республики Башкортостан. Докладывал председатель Госкомитета по торговле и защите прав потребителей Гусев Алексей Николаевич. Собственно, он рассказал нам о истории борьбы его ведомства с ужасным положением дел в питании в школах. Гусев проанализировал ситуацию и сообщил о том, что до того, как этим вопросом начали заниматься, в Республике отсутствовал стандарт, единый стандарт питания, было очень низкое качество сырья, не соблюдали санитарные нормы и правила, существовал кадровый голод в сфере социального питания, а также оборудование и помещение блоков питания в школах были изношены на 63-65%. Хабиров тут же вмешался в этот доклад, как только услышал о том, что Гусев просит 500 миллионов на реконструкцию вот этих вот пищеблоков в школах. Хабиров сразу прокомментировал вот эту просьбу, сразу такую сумму не дадим, сказал Хабиров. Разделите на 5 лет, ведите переговоры, видимо, с Минфином. Резанула, честно говоря, вот эта история, потому что 500 миллионов на фоне прочих цифр, звучащих на оперативках, это не так уж и много. Значительно больше Киреев истратил на столбики и всякую прочую билиберду в начале своей карьеры. Так вот, эти 500 миллионов Хабиров категорически не готов давать, никаких, значит, там вперед и так далее. Ну, помятуя о том, как щедро оплачивались услуги всевозможных клоунов, сиголов, всяких, значит, Монсонов, а также как резво и сразу за деньги был куплен вертолет, неприятно было слышать вот такой вот резкий поспешный отказ. Ну, хорошо, кухни ремонтировать не будем. Дальше Гусев сообщил нам о том, какие меры он собирается предпринять, создаст единый стандарт услуг питания, создаст три варианта типового меню. Очень важный момент, что собирается делать Гусев, это заключение контрактов с операторами питания на три года, а не на год и меньше, как это было раньше. Ну, и усиление, естественно, контрольных функций за всеми этими вещами, а также вовлечение в ответственность за детское питание администрации муниципалитетов и районов в виде рейтингования таковых. В общем, конечно, доклад Гусева, это был доклад о благих намерениях, потому что фактически на данный момент в этой области сделано немного. В Уфе запущены две модельные школы с идеальным порядком в этой сфере. В некоторых районах еще тоже внедряются новые стандарты, новые подходы. В целом Гусев говорит о том, что в Уфе стало на 28% больше питающихся в школе детей. Гусев пытается перенимать опыт других регионов, и вот в этот момент случился казус. Как только Гусев стал рассказывать о том, что в одной из школ другого региона найден замечательный опыт посменного графика питания для крупных школ, Хабиров встрепенулся и уточнил, какой регион. И тут прямо Гусев заметно обмер. Из Татарстана пролепетал он. Как будто бы у нас теперь перенимать опыт из Татарстана – это какой-то грех. Но тут прямо явно на лице у человека был написан испуг. Он понял, что не из того региона привезли человека опыт перенимать. Ну, в общем, пережили. Как-то Хабиров не стал комментировать татарстанский опыт. Также Гусев сообщил, что растет использование местных компонентов при питании в школах. То есть с 52% до 65% уже. Всего в республике 115 операторов питания. Из них 26 уже вступили в некое СРО. Примерно четверть объема этого бизнеса в республике – это госсектор. Три четверти – это частники, что, собственно, тоже хорошо. И, в общем-то, на этом доклад начал сворачиваться. Единственное, что Назаров вставил 5 копеек, или, как правильно будет в этом случае, ложку дегтя, я не знаю. В общем, Назаров заговорил о проблеме второй смены. Не все школы у нас в Башкирии перешли в односменный режим. Я думаю, что не скоро перейдут все. И вот на второй смене, оказывается, детям невозможно питаться. Назаров привел факты о том, что столовые работают до половины четвертого. Дети не имеют возможности поесть, те, кто учатся во второй смену и так далее. Гусев пытался спорить. Говорил, что столовые работают до пяти. Назаров, прямо скажем, рассердился и сообщил, что есть много жалоб, что реально эти столовки закрываются и так далее. В общем, это препирательство, на самом деле, ничем не завершилось, потому что Гусев опять начал говорить о том, что такие там санитарные нормы есть, которые нельзя нарушать. Назаров настаивал на том, что все это нужно все-таки исправить. Хабиров как-то разнял их. Сообщил, что закрывая эту тему и заминая вот эту перепалку, он сказал, что доклад принимаем, но через некоторое время будем снова контролировать. И вообще Хабиров сделал акцент на том, что он будет без конца контролировать вот это школьное питание, что расслабляться нельзя. Резюмируя этот вопрос, скажу, что, наверное, только потребитель может поставить точку в этих разговорах, только потребитель может оценить, хорошо или плохо получается реформировать это школьное питание. Посмотрим, будут дети есть в школе, не будут травиться, ну и слава богу. Четвертым вопросом оперативки был вопрос о подготовке муниципалитетов и районов и городов к празднованию Нового года. Вообще Хабиров чрезвычайно большое внимание уделяет праздникам. Праздники, в его понимании, это единственная отдушина для народа. И Хабиров полагает, что чем лучше правительство и он организуют праздники для людей, тем меньше будет недовольств в общем и целом жизнью, обстоятельствами, экономикой, политикой и так далее. Вот этот наивный подход, он какой-то немножко такой реликтовый, какой-то немножко чуть-чуть деревенский. То есть вот на празднике погуляем хорошо, а потом годик потерпим. Ну в общем, как говорит, что есть, то есть. Хабиров действительно настаивает на том, что праздники должны быть грандиозными, яркими и запоминающимися. Все подчиненные, я так понимаю, это дело уже просекли и праздники нам на ближайшие 4 года обеспечены. Первым выступал по вопросу празднования Нового года, естественно, Беляев Борис Владимирович. Он сообщил, что до 10 декабря закончит устанавливать елки и ледовые городки во всех городах и муниципальных объединениях Республики Башкортостан. Беляев особенно акцентировал, что всю работу он закончит 10 декабря, видимо, пометой о том, как на предыдущей оперативке Хабиров ему напомнил, что елки надо покупать не в феврале, а в декабре и в ноябре. И в общем, это до 10 декабря для Беляева стало сакральной датой. Он сообщил, что к 10 декабря он не только установит все елки и ледовые городки в муниципальных объединениях РБ, но и завершит еще и световое оформление городов. Всего же Беляев героически установит 1099 новогодних городков, соорудит 500 катков, установит 1782 елки и 600 световых арт-объектов. Елка в Уфе, главная елка в Уфе будет высотой аж 32 метра, а также в этом году Беляев внедрит в Республике Башкортостан, внимание, пиксельные ели. Это такая штука, которая стоит неимоверных денег, я думаю, что несколько миллионов, а может быть и десяток миллионов рублей. Она светится светодиодами, переливается в любом порядке, программируется с компьютера и может даже изображать на своей поверхности буквы и всевозможные картинки. Очень характерно, что докладывая об этом великолепии, об этих елках, об этих тысячах и сотнях городков, Беляев категорически не упомянул о затратах. Было бы любопытно узнать, сколько денег угрохают на этот Новый год, в какую сумму обойдутся нам эти пиксельные елки. Очень интересно, но не звучит. Видимо, чему-то научились, потому что понятно, что все это будет потом цитироваться, все эти сигалы Монсона уже навязли в зубах, сейчас у нас появляются пиксельные елки. Выслушав доклад Беляева, Хабиров наказал на будущий год готовить Республику к Новому году не к 10 декабря, а к 20 ноября, потому что так в Москве. Ну, Сидякин там с места тоже поддакивал, что да-да, в Москве уже елки светятся и радуют людей. Ну, не знаю, это, конечно, спорно, но чем раньше, как говорится, тем лучше. Вторым выступающим по тому же вопросу подготовки к Новому году был вице-премьер Егафаров Фонор Мухарямович. Мы еще не привыкли к такому вице-премьеру. Это тот самый бывший пресс-секретарь Хамитова и Хабирова, который стал внезапно вице-премьером. И вот он, честно говоря, меня рассмешил и удивил, и порадовал вообще. Разбавил он это мутное длинное совещание. Фонор Мухарямович внезапно заговорил на башкирском языке. Ну, казалось бы, что тут удивительно, у нас вообще иногда бывает так, там поприветствуют, хорматле и так далее. Но Фонор Мухарямович был непреклонен и стал читать доклад на башкирском языке. В этот момент в зале, конечно, все приуныли, потому что две трети сидящих там не понимают ни слова на башкирском. Сидякин затих и начал чесаться. Фонор Мухарямович внезапно завершил башкирское вступление, которое было довольно длинным, и заговорил по-русски. Вот тут стало неинтересно, потому что Фонор Мухарямович нам сообщил примерно то же самое, о чем говорил Беляев. Он уточнил, где и когда случатся новогодние елки, какое пристальное внимание он уделит культурной программе, которая должна отвлечь жителей республики Башкортостан от привычного алкоголизма. Рассмешил меня до слез тем, что на главной площади, на гостином дворе будет некое мероприятие под названием терророзима. То есть терроробашкирии им было мало, теперь будет терророзима. Вот это вот чудовищное, безобразное коверкание и игра языками, то есть слово «зима» латинскими буквами не пишется, а вот терра – это латинское слово, но совсем не английское, и вот эти комбинации, ну они уже, честно говоря, совсем надоели. В общем, Фонор Мухарямович лучше бы говорил по-башкирски. Далее перешли к самому главному вопросу Нового года, а именно к выпивке. Хабиров как-то так неопределенно сказал, что надо бы определиться с употреблением алкоголя и продажей алкоголя на Новый год. Тут слово взял Сидякин, к слову сказать, большой специалист в области употребления алкогольных напитков. И он предложил следующий режим продажи алкоголя в новогодние каникулы. 1-2 января ограничений по продаже не будет. 3-го января продажа алкоголя будет запрещена на всей территории Республики Башкортостан. Полные сутки. 4-го и 5-го и 6-го января продажа алкоголя будет установлена в режиме с 10 до 14.00. То есть только в первую половину дня. А 7-го и 8-го января уже включится обычный режим продажи алкоголя, который предусмотрен нынешним законодательством. По словам Сидякина, основные пьяные казусы, здесь я уже цитирую Александра Сидякина, случаются 4-го и 5-го января, когда длинная беспробудная линейка. Вот этот профессиональный сленг Сидякина, длинная беспробудная линейка, честно говоря, я услышал впервые такую характеристику запоя. Ну, вот очень обидно это звучит вообще в устах наших руководителей. Вот это вот отношение к жителям как к каким-то без конца бухающим животным, конечно, неприятно, если честно. Особенно в устах Сидякина. Общеизвестно, что он большой поклонник Бахуса. И, наверное, не ему нас учить, как пить, а как не пить. В общем, дальше перешли к прениям. В общем, Хабиров поинтересовался, есть ли такая практика в других регионах. Сидякин сообщил, что это уникальное его собственное изобретение, вот этот режим продажи алкоголя. Также Сидякин пошутил или не пошутил, заявив, что для него это очень непростое решение, ведь он еще и член правления Башспирта. Это да, конечно, такой чудовищный удар в поддых нанести родному предприятию. В общем, конечно, смешно. Выслушав все вот это, Хабиров всех предупредил, что нужно готовиться к критике. Что сейчас начнут этот режим критиковать. Но история нас рассудит. Опять он помянул там запрет продажи алкоголя на Сабантуях. В целом, конечно, история вот с этими запретами и ограничениями продаж алкоголя, конечно же, общеизвестно, что результата не дает от слова совсем. Потому что русский народ и российский народ устроен так. Если он заранее предупрежден о некоторых ограничениях в продаже алкоголя, помним, мы такое было уже и раньше, запасутся заранее. Зная вот этот режим и всего лишь на один день будет запрещен продажа алкоголя, один день переживут, запасы позволят. В общем, конечно, я отношу эту меру к декоративной и, скорее, популистской. Результатов эта мера не даст. В деревнях, конечно, произойдет всплеск торговли нелегальным алкоголем и самогоном. В общем, конечно, благие намерения, как говорится, они, как правило, в ад и приводят. Судя по всему, спецоперация по ремонту подъездов многоквартирных домов не дает покоя ни Хабирову, ни его правительству. Пятым вопросом обсуждался именно ремонт подъездов. К ответу призвали генерального директора фонда, региональный оператор капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Республики Башкортостан, Сафонова Павла Валерьевича. Павел Валерьевич длинно и путанно рассказал нам, как он выпутывается из этой ситуации. Мы помним, как драматично развивались все эти события, как ушел в небытие от нас вице-премьер Киреев на фоне провала этой спецоперации. И вот теперь правительство Хабиров и Назаров мучительно пытаются подвести черту под этой работой в 2019 году. Прямо скажем, результаты сомнительные, несмотря на все победные реляции и доклады господина Сафонова. 1 миллиард 300 миллионов рублей было выделено на эту работу. Так и осталась действовать схема Киреева, за которую, собственно, его уволили. А именно то, что всего 4 компании были привлечены к работе по ремонту почти 4 тысяч подъездов. К слову сказать, 4 тысячи подъездов даже не смогли начать ремонтировать. Всего приступили к работам по 3 914 подъездам. Из них реально готово сейчас только 2855, 1059 все еще ремонтируется. 86 подъездов так или и не начали ремонтировать, а это порядка 25 многоквартирных домов. Прямо скажем, результаты спорные. Вот я читаю эту статистику и понимаю, что из 4 подрядных организаций 2 не до конца справились со своими обязательствами. 120 подрядчиков. В общем, конечно, царит некий хаос в этой картине. Предпринимается попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Честно говоря, реальная картина там достаточно ужасная. Какая-то странная зеленая краска повсеместно используется при ремонте этих подъездов. Также эта краска имеет свойство, судя по всему, достаточно серьезного отравляющего вещества. Жители по 3-4 дня мучаются головными болями после того, как им окрашивают вот этой краской подъезды. Но Сафонов нарисовал нам достаточно благостную картинку о том, что он, несмотря на все эти трудности и неразбериху, пытается справиться с этой ситуацией. Кстати говоря, Сафонов упомянул о том, что большинство работ не были приняты с первого раза. Это характеризует, конечно, и организацию работ, и выбор подрядчиков. Но, тем не менее, судя по докладу Сафонова, исправить что-то сейчас уже нельзя. Мы, наверное, прощаемся с этим 1 миллиардом и 300 миллионами рублей в этом году. На будущий год Сафонов планирует отремонтировать несколько меньше подъездов за ту же сумму, за те же самые 1,3 миллиарда. Он планирует отремонтировать еще 3382 подъезда. Кстати говоря, на будущий год в программу ремонта подъездов вошел и мой дом, в котором я живу. И я обещаю проявить максимально пристальное внимание к этому процессу. Будем пошагово фиксировать, как он начался, как он идет и чем он закончится. Я предупреждаю, что мы, жители моего дома, я не допустим окраску подъездов вот этой краденой с военных складов краской, которую повсеместно используют по республике Башкортостан. Честно говоря, наверное, не стоило бы на это заседание выносить вот этот вопрос, потому что, честно говоря, выглядело все это достаточно неубедительно. Сафонов обещает к 27 декабря закончить ремонт во всех подъездах, которые он не закончил, там тысяча с лишним еще незавершенных работ. Не верится, если честно, в триумфальное окончание этой процедуры. Скорее всего, будут заминать для ясности. Собственно, к этому все и идет. Также Сафонов сообщил, что в республике существует дефицит дверей и почтовых ящиков, к этому оказались не готовы. А вообще за 5 лет он планирует отремонтировать 20 тысяч подъездов. Опять благие намерения и опять достаточно сомнительный ход вот этой всей реформы всего вот этого вот проекта. Хабиров посетовал на то, что, цитирую, «Вы больше трех тысяч подъездов отремонтировали, хотя бы фотографиями порадовали, а то показали только три». И действительно, Сафонов показал три каких-то замызганных подъезда, окрашенных в зеленый и синий цвет. Но Хабиров воодушевил Сафонова, сказал, что программа ремонта подъездов очень эффективна и радует людей. Хабиров попросил извлечь уроки, не повторять ошибки этого года на будущий год. И всячески он еще успокаивал этого Сафонова. Но тут опять, откуда ни возьмись, появился Сидякин. И попросил в 2020 году настроиться ремонтировать не только малоэтажные подъезды двух, трех и пятиэтажных домов, но и подъезды многоэтажных домов, девяти и выше этажей. Вот это очень важный момент. Тут, наверное, Сидякин не зря встрял в разговор, потому что действительно вот это лукавство с выбором подъездов, оно стало очевидным, когда мы поняли, что в основном ремонтируются минимальные объемы работ, так как отчет и учет и результат программы оценивается по количеству подъездов, а не по количеству, например, лестничных клеток. То есть подъезд, ведь он подъезду рознь. Одно дело в Черниковке, в двухэтажном бараке, быстро заштукатурить стены и покрыть их вот этой ужасной зеленой краской, а другое дело отремонтировать полноценный подъезд девяти или двенадцатиэтажного дома. Тут, конечно, лукавство и тут, конечно, манипуляция вот этими денежными средствами налицо. Посмотрим, на будущий год будут ли ремонтировать действительно полноценные подъезды с большой этажностью. Назаров тоже вставил свои пять копеек и попросил навести порядок с ремонтом нестандартных подъездов. Речь идет о подъездах сталинских домов, о подъездах домов нестандартного проекта и так далее. Ну, Сафонов тут грустно сказал, что эту работу он ведет. В общем, конечно, замяли для ясности, попросили на будущий год проявить побольше инициативы и побольше результата. На мой взгляд, конечно, результаты девятнадцатого года по ремонту подъездов немножко не соответствуют тем затратам, которые понесла республика в этом направлении. И, конечно же, ну, воодушевление жителей результатами этой работы несколько преувеличивается. Шестым вопросом оперативки стал вопрос о реализации проекта по строительству восточного выезда из города Уфы. Это был самый радостный для Хабирова вопрос. Он прямо как-то вот воодушевился и подпрыгивал в том смысле, что именно этого вопроса, именно вот этого доклада, судя по всему, Хабиров ждал всю оперативку, эту длинную и нудную. И тут действительно было чему радоваться. Тимур Афисович Мухаммедьянов сделал абсолютно победный доклад на эту тему. Но Хабиров так радовался этому всему, что даже не дожидаясь окончания доклада, стал прерывать и, собственно, выступать под эту тему Хабиров стал первым. Он сообщил, что на недавнем транспортном форуме в Москве и последующем за ним, почему-то, съезде партии «Единая Россия» были приняты судьбоносные решения для республики, а именно начало строительства, завершение, вернее, строительства вот этого восточного выезда, принято решение о продлении проспекта Салавата-Юлаева, о финансировании этих работ, и принято решение о строительстве железнодорожной ветки Уфа-Агидель-Нефтекамск. Эти гигантские мегастройки в ближайшее время должны начаться в республике Башкортостан, должны привезти в Башкирию огромные средства, в том числе и федеральные. Но все-таки удалось вернуться к докладу Мухаммедьянова, к докладу о восточном выезде. Мухаммедьянов напомнил историю этого многострадального объекта. В далеком 1992 году начались работы по строительству тоннеля. Тоннель был пробит в горе между Трамплином и Сипаилово, где-то там, значит, эта гигантская дыра в земле до сих пор существует. И в 2007 году строительство было прекращено, тоннель был законсервирован. Огромные средства ежегодно тратились на консервацию и поддержание этого тоннеля в рабочем состоянии. Вот уже, собственно, 12 лет все это находится в таком бедственном положении. Вот теперь найдено решение. Собственно, в чем конструкция, в чем победа нынешнего правительства и лично Мухаммедьянова. Достигнуто соглашение с некой башкирской концессионной компанией о том, что строительство продолжено и будет продолжено буквально в ближайшее время. Что будет сделано? Во-первых, будет достроен этот тоннель длиной 1200 метров. Будет выстроен мостовой переход через реку, через реку Уфимку длиной 2700 метров. И построены 10 километров полноценной автострады, которая соединит вот этот восточный выезд с трассой М5. По задумке этого проекта, в месте, где вот эта 10-километровая дополнительная дорога соединится с трассой М5, появится довольно большой жилой комплекс, жилой район под названием Зауфимия, в котором планируется выстроить 1 миллион 500 тысяч квадратных метров жилья, всевозможных промышленных и технических сооружений и зданий. В общем и целом, теперь этот проект потребует 33,5 миллиарда рублей, из которых только 4,5 миллиарда рублей будут деньги башкирского бюджета, 20 миллиардов рублей выделит кредит Банк ВТБ, и 9 миллиардов рублей вложит консессионер, та самая башкирская консессионная компания. Вообще-то этот план не новый. Что же в нем нового и победного случилось? А именно, здесь случилось перераспределение долей финансирования. Чему, собственно, так радуется Ради Хабиров и, собственно, радуется не безосновательно. А радуется он тому, что, во-первых, вложения республики по плану финансирования снизились чуть ли не на 30 миллиардов рублей. Всего 4,5 миллиарда и то кредитных денег вложит туда республика Башкортостан. Остальные деньги вложит в бюджет Российской Федерации, либо вот этот вот загадочный консессионер. Это действительно очень неплохо, потому что предыдущая схема финансирования была реально неподъемной для республики и, наверное, ставила крест на этом проекте. А проект этот действительно гигантский и, наверное, судьбоносный для города Уфы. Вот здесь действительно прорыв. Тут ничего не скажешь. И то, как хвалил Хабиров, Мухаммедьянова за то, что было найдено вот это решение, наверное, было правильно. Собственно, каковы цели и задачи вот этого проекта? Ну, помимо того, чтобы заложить и создать в Уфе новый жилой район. То есть это действительно прямо новый район. Это будет что-то вроде нового Сипаилова. Тут еще есть цели и задачи по разгрузке федеральных и республиканских трасс. Хабиров и проектировщики полагают, что возведение вот этого объекта разгрузит выезд в сторону аэропорта, в сторону затона, то есть несколько изменит транспортные потоки. Возможно, это так, это было бы очень хорошо. Строительство полутора миллионов квадратных метров жилья – это тоже вам не код начихал. Наверное, кто-то очень хорошо на этом заработает, а кто-то получит там жилье. Будем надеяться, что жилье это изначально будет дешевым и позволит жителям Уфы, как бы определенной категории жителей Уфы, приобретать это недорогое жилье. Посмотрим. Есть, конечно, и вопросы к этому проекту. Самый главный вопрос – какова корысть вот этого загадочного консессионера, фактически инвестора, что это за башкирская консессионная компания, кто ее руководитель, кто ее интересанты, и как он, этот консессионер, сможет финансировать этот проект. Судя по всему, конечно, где-то там мелким шрифтом в этих соглашениях написаны те условия, которые должны компенсировать вот эти вложения в 9 миллиардов, потому что мы прекрасно понимаем, что в России строительство автодорог и мостов – это вовсе не коммерческое предприятие, и извлечь из этого прибыль, пожалуй, что не получится. Но построить там дома, получить земельные участки, наверное, будет достойной компенсации для этого консессионера, кем бы он ни был. Повторюсь, что Хабиров прямо светился и рассыпался в благодарностях, попросил отметить благодарственными грамотами, орденами, медалями всех, кто отличился на вот этих форумах в Москве и кто добился вот этого грандиозного решения проблемы восточного выезда. В общем, ура-ура, радуемся и действительно надеемся, что этот проект принесет пользу и городу Уфе, и республике Башкортостан в целом. В этот раз оперативное совещание было долгим, муторным, длинным, тяжелым, и лаверды от Хабирова не случилось. Хабиров просто пожелал всем хорошей трудовой недели и свернул совещание. Но я себе позволю резюмировать ощущения и впечатления от этой оперативки. Во-первых, конечно, повтор вот этой схемы, когда двое председательствующих, он уже перестал быть новым. Честно говоря, двое председательствующих так и не перестали смотреться нелепо на этой оперативке. Кроме всего прочего, роль Назарова на этой оперативке как-то была минимизирована. Он, конечно, вставлял свое слово, но, честно говоря, в этот раз это не было так интересно и конструктивно, как в прошлый раз. Все больше и больше появлялось ощущение, что Назаров за столом лишний, потому что должен быть один человек. Но вопреки и в противовес Назарова в этот раз блистал Сидякин, который без конца что-то выкрикивал с места, задавал вопросы, вставлял реплики, даже тогда, когда его не спрашивали. В общем, выглядело это, конечно, немножко странно. Контрастом к Сидякину выглядел господин Полставалов, который сидел на самом дальнем ряду, на самой последней парте, с перекошенным лицом. Это как-то бросалось в глаза. Он сидел неподвижно, окаменев, значит, лицом с этой вот ужасной мимикой. Я не знаю, с чем это связано. Надеюсь, это не связано со слухами о том, что в Следственный комитет поступили материалы о деятельности господина Полставалова на посту министра земельных и имущественных отношений. Надеюсь, что все будет хорошо. Но вот, тем не менее, отмечаю вот этот контраст между веселым и задорным Сидякиным и ужасным мрачным Полставаловым. Редактор субтитров А.Семкин